На сайте мэрии Москвы появилась концепция стратегии развития столицы до 2030 года, где черным по белому говорится об использовании нано-роботов в крови, браслетов для передачи данных о состоянии здоровья граждан. Это не мировой заговор, это официальный документ с официального сайта мэрии. Итак, вот он, документ. Называется «Москва. Умный город 2030». Более 100 страниц. Все официально размещен документ на сайте мэрии. Концепция определяет цели и задачи госуправления развития в сфере цифровых технологий в Москве до 2030 года. Наибольший интерес лично у меня в отдел здравоохранения. Персональный подход к оказанию медицинской помощи гражданам будет основан на анализе данных сносимых устройств пациентов, электронных историй болезни, биометрических и генетических параметров, которые будут обрабатываться с применением искусственного интеллекта. Для лечения когнитивных и других расстройств будут применяться нано-роботы – устройства размером с клетку крови, функционирующие внутри тела человека. Носимые и вживляемые в организм медицинские цифровые устройства получат дальнейшее развитие носимые цифровые медицинские устройства и умная одежда, что будет поддерживать стремление москвичей к ведению здорового образа жизни. Носимые устройства, датчики и сенсоры в одежде горожан будут заблаговременно подавать сигнал в городскую медицинскую информационно-аналитическую систему о предполагаемом ухудшении состояния здоровья или внезапном несчастном случае. Звучит как в фантастическом фильме, правда? Но еще раз, это концепция стратегии развития Москвы до 2030 года с официального сайта мэрии. Изучаем стратегию дальше. Круглосуточный мониторинг здоровья москвичей посредством носимых беспроводных устройств позволит повысить качество и оперативность оказания медицинских услуг, а также снизит нагрузку на лечебно-профилактические учреждения. На довольно смелую концепцию отреагировал глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он дал интервью радиостанции «Говорит Москва». В очень многих областях нашей деятельности наши действия начинают записывать. Поговаривают об отмене наличных денег, информация, которая будет накапливаться в соответствии с законом Одином Федеральном Информационном Регистре. Там десятки показателей о нас. Каждому из нас будет присвоен цифровой номер. Московская система развития искусственного интеллекта предполагает, что на нас будут миллионы датчиков, камеры нас будут окружать. Скандальная тема чипирования. Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается. Кто-то может трактовать, что это выдающееся изобретение, которое поможет нам жить. Может, поможет, а я трактую, что здесь риски кроются, отметил Фадеев.